Псалом 5 с объяснением, комментарием. Крик царя Давида о спасении. Урок доверия Божьей благодати. Утренняя молитва Давида. Полное упование на помощь Божью. Псалом 5. Начальнику хора на духовных орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, Уразуми помышления мои. Внеми глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, Ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, Рано предстану я пред Тобою И буду ожидать, Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония. У Тебя не вводится злой, Нечестивые не пребудут перед очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей Войду в Твой дом, Поклонюсь святому храму Твоему, Страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, Ради врагов моих, Уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, Сердце их пагуба, Гортань их, открытый гроб, Языком своим льстят. Осуди их, Боже, Допадут они от замыслов своих, По множеству нечестия их, Отвергни их, Ибо они возмутились против Тебя, И возрадуются все уповающие на Тебя, Вечно будут ликовать, И Ты будешь покровительствовать им, И будут хвалиться Тобою, Любящие имя Твое, Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, Благословением, Как щитом, венчаешь его. Псалом 5. Обретение надежды и спасения. Молитва царя Давида. В этом видео мы углубляемся в важность поиска, Утешения в Боге. Как это видно через призму молитвы Давида. Псалом 5. Давид не только молится о спасении, Но и ищет утешения и надежды в Господе, Осознавая свою зависимость от всемогущего. Он понимал, Что без Божьей благодати он не сможет противостоять злу. Присоединяйтесь к нам, Когда мы исследуем темы милосердия, Молитвы и опоры на Бога, В этом сильном псалме. Не забудьте подписаться, Чтобы получить больше вдохновляющего контента. Псалом 5. Объяснение, комментарий. Утренняя молитва Давида. Псалом 5. Полное упование на помощь Божью. Псалом, о котором идет речь, Представляет собой глубокую молитву, Обращенную к Богу, Исполненную от торжественности и отчаяния. Автор, переживающий страшное бедствие, Вызванное злобой своих врагов, Взывает к небесам о помощи. Безусловно, Не сложно догадаться, Что этот псалом был написан Давидом. Ведь его жизнь была полна подобных испытаний. Постоянные враги, Угрожающие его жизни, Преследовали его неотступно. И мы видим в его словах Отражение тяжести этих обстоятельств. Важно отметить, Что Давид не просто молится о спасении, Но и искал в Боге утешения и надежды. Он признавал свою зависимость от Всевышнего, Осознавая, Что без Божьей милости Он не сможет противостоять злу. Несомненно, Именно в этом прослеживается Прообраз Христа, Сына Божьего, Который также столкнулся С бесконечными преследованиями и страданиями. Христос, Как и Давид, Обращался к Отцу в молитвах, Ища в Нем силу и поддержку. В молитвах Давида Мы видим отражение Не только личных страданий, Но и правообраз бесконечной борьбы Христа с силами тьмы. Каждая победа, Одержанная Давидом, Является предвестником Великой победы Христа над злом. Безусловно, победы, Которая обеспечила спасение всему человечеству. К тому же, Этот псалом не просто история О страданиях Давида. Он глубоко символичен И говорит о вечных истинах, Об изначальной связи между человеком и Богом, О постоянной борьбе между светом и тьмой, А также, Он напоминает нам, Что даже в самые тяжелые времена Мы не одиноки. У нас есть Бог, Который любит нас И всегда готов прийти на помощь. Тесная связь с Богом И желание служить Ему. Псалом 5 Автора царя Давида Является глубоким и многогранным произведением, Отружающим его тесную связь с Богом И желание служить Ему. Итак, В начале псалма Давид обращается к своей душе, Призывая ее к молитве И уповая на божественную поддержку. Стихи 2.4 Он выражает глубокую уверенность в том, Что Бог услышит его мольбы. Подобно тому, Как пастух заботится о своем стаде, Так и Бог неустанно следит за своими верными. Далее Давид обращается непосредственно к Богу, Воспевая его величие и святость. Стихи 5.7 Он сравнивает Бога с вердыней, С защитником, Который всегда готов помочь и поддержать. Вдобавок, в этих стихах Чувствуется глубокое восхищение Богом И благодарность за его непрестанную заботу. В своей молитве Давид не просто просит о помощи, Бесспорно, Но и заявляет о своем намерении Постоянно участвовать в богослужении. Стих 8. Он хочет быть среди народа Божьего, Чтобы воспевать его славу И делиться своей верой. Следующая часть псалма Посвящена конкретным прошениям. За себя. Давид просит Бога Направить его на путь праведности. Стих 9. Он понимает, Что без Божьей помощи Он легко может заблудиться И потерять верный путь. Против врагов. Давид просит Бога Наказать его врагов, Которые преследуют его И хотят причинить ему вред. Стихи 10-11. Он не желает им зла, Но просит Бога защитить его И свой народ от злоумышленников. За весь народ Божий. Давид молится о том, Чтобы Бог даровал радость И хранил свой народ от бед, И несчастье. Стихи 12-13. Он осознает, Что Бог не только его личный защитник, Но и защитник всего народа. Молится о благополучии всех верных. Псалом 5. Это не просто набор прошений, А глубокое размышление О божественной защите и силе. Псалом о верности и о любви. Кроме всего прочего, В этом псалме мы увидим, Как Давид, Столкнувшись с трудностями, Обращается к Богу. И находит утешение в его присутствии И просит его помощи. Этот псалом Может служить нам примером Того, Как нужно молиться. Вдобавок, Мы можем черпать вдохновение Из его искренности, Откровенности и глубокой веры. Псалом 5 напоминает нам, Что Бог всегда рядом. Он слышит наши мольбы И всегда готов прийти на помощь. Начальнику хора На духовных орудиях Псалом Давида. Если вам понравилась запись Или вы получили слово Откровение от Духа Святого, Конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, Мне нравится. Или делитесь рассказать друзьям. В результате вы помогаете Служению спасения И распространения Божьего слова. Подписывайтесь, делитесь И передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аминь.